Физкульт привет! В эфире спортивная среда. За прошедшую неделю в копилку региона добавились две серебряные награды первенств Европы. Для боксера Никиты Лебедева это были первые в его спортивной карьере международные соревнования. Но он справился с волнением и одержал победу в трех боях из четырех. В финале соперником Никиты стал боксер из Украины. Мнения судей о том, кто был сильнее, разошлись. Но в итоге победу присудили украинцу. Тренер юноши не видит политического подтекста в судействе. Уверен только, что в следующий раз побеждать нужно так, чтобы сомнений не возникало. И у Никиты для этого есть все данные. Могли отработать лучше и должны были отработать лучше. Но, видимо, ответственность. Финал первенства Европы сказался. И получилось, как получилось. Но не расстраиваемся, будем работать дальше, двигаться вперед, учитывать свои ошибки. Я мог гораздо лучше выступить. То есть это не мой предел. Так что будем стремиться к дальнейшим вершинам Олимпиады. Дальше может профессиональный бокс. Посмотрим. Тоже серебро и тоже на первенстве Европы. Но уже по киндо завоевал Ивановец Алексей Савлуков. Получилось более 30 стран. В нашем случае проходило первенство. Это 15-17 лет. И уже мужские и женские соревнования. Подготовку к европейскому первенству спортсмен начал за полгода. Усиленные тренировки по пять раз в неделю, совершенствование техники владения мячом. Вместе с напарниками из Новосибирской области и Сахалина Алексей провел шесть непростых боев. В финале мы встретились с сербами, хозяевами соревнований. Первый наш участник моей команды, он расстоял поединок в мячу. Второй участник, он проиграл со счетом 1-0. И вот это пропущенное очко, из-за этого пропущенное очко мы проиграли. Я уже выходил третьим. Я делал все, что можно, чтобы добить победу. Но меня не получилось. И все же поражением это назвать нельзя. Команде удалось завоевать серебряную медаль. В следующем году, когда Алексею исполнится 18, он хочет вновь попробовать свои силы на европейском турнире. На этот раз не в юниорском, а во взрослом чемпионате. На этой неделе наш город стал центром притяжения юных футбольных талантов. В минувшие выходные стартовал турнир среди воспитанников футбольных школ 2007 года рождения. Соревнования – отборочный тур 26-го открытого чемпионата детской футбольной лиги. В наших соревнованиях принимает участие 12 команд из различных регионов, близлежащих к нам. Хотя Котлас довольно-таки отдаленный регион. А так, команды из Череповца, из Ярославля, Костромы, из Москвы. Наши из Ивановской области команды. Довольно-таки солидный состав участников. Команды сражались не только за медали. Победитель и вице-чемпион турнира должны поехать на всероссийский чемпионат, который пройдет с 17 по 24 сентября в Новороссийске. Так что ребята были настроены серьезно. Мы тренируемся годами, чтобы добиться успехов и попасть на такие важные турниры. У нас последний матч сейчас, настрой хороший, такой боевой. Терять нечего. Футбольная интрига развеялась в среду. К сожалению, ивановские команды не дошли до финала. Путевки на всероссийский турнир достались командам Череповец и Шинник. Но это тоже опыт для воспитанников ивановских футбольных школ. Есть куда расти и к чему стремиться. Если ивановцы не идут в фитнес-зал, то фитнес сам приходит к ивановцам. Летом в областном центре возобновились бесплатные тренировки под открытым небом для всех желающих. Присоединиться к спортивному движению и зарядиться бодростью и позитивом можно каждые выходные на нескольких городских площадках. В субботу в 11 часов каждую субботу на площади Пушкина и на площади Революции будут проходить фитнес-тренировки по различным направлениям фитнеса. Если на площади Революции это будет йога, а уже на площади Пушкина, если кто-то не захочет такой статичной тренировки, может активно провести фитнес-тренировку в стиле зумба. Кроме того, в 12 часов в субботу на набережной реки Увадь так и продолжаются фитнес-тренировки по бегу, как подготовка к предстоящему в нашем городе 7 июля ивановскому полумарафону «Красная нить». В 10 часов жители отдаленного района, это мы говорим про микрорайон парка Харенка, в 10 часов в парке Харенка на природе проводится фитнес-тренировка на свежем воздухе по двум направлениям. Это и бег, и фитнес-разминка. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. Будьте в курсе, будьте в спорте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»